Привет, Linux! Выпуск первый под заголовок «А как оно выглядит?». Этим циклом передач я попытаюсь дать ответы на некоторые вопросы, такие как, что такое операционная система Linux, насколько просто его установить на домашний компьютер и нужно ли это именно вам вообще, какие есть подводные камни, какие преимущества у Linux перед другими системами и какие у Linux есть недостатки. Для каких задач подходит Linux? Что вообще можно делать в Linux? Какие там есть программы? Некоторые пользователи слышали про Linux, что это какая-то очень сложная система, что там все непривычно. И вот существует некий внутренний барьер. Но первую передачу я посвящу тому, как выглядит Linux. Почему именно эта тема? Ну вот потому, что как мы складываем обычные впечатления о каком-то новом для нас предмете. Мы его видим, понравилось, не понравилось. Если понравилось, мы заинтересовались и изучаем это дело дальше. Не понравилось, проехали. Как же выглядит Linux? А выглядит он по-разному. В Linux есть такое понятие, как, ну назовем его просто, рабочий стол, хотя более длинное, оно называется окружение рабочего стола. В Windows вы привыкли к тому, что у вас есть вот один как бы стандартный интерфейс, то есть рабочий стол, там панель с меню пуск, окна выглядят определенным образом, определенным образом построено меню, определенным образом предоставляется доступ к настройкам. В Linux такого нет. В Linux есть множество рабочих столов. Рабочий стол это тоже отдельная программа, можно сказать. И вот эти рабочие столы, они разрабатываются разными группами людей и соответствуют вкусам как самих разработчиков, так и отдельных групп пользователей. Не говоря уже о том, что самих Linux существует множество вариантов, и вот в некоторых из этих вариантов Linux, называемых дистрибутивами, входят одни рабочие столы, в некоторых другие рабочие столы. Но давайте я буду болтать, одновременно показывая вам эти рабочие столы. Рабочие столы отличаются друг от друга не только внешним видом, но и требованиями своими к системным ресурсам, к мощности компьютера. И каждый пользователь сможет подобрать рабочий стол под себя, под свой компьютер, под свои вкусы. И конечно же каждый из этих рабочих столов можно настроить под себя. Начнем же. Обзор популярных рабочих столов под Linux. Я буду показывать эти рабочие столы, вот как они выглядят после того, как вы впервые установите Linux и этот рабочий стол. Первым делом рабочий стол под названием Plasma. Он довольно такой тяжеловесный и относится к традиционным рабочим столам. Вот мы видим снизу панель. На рабочем столе могут располагаться папки, ярлыки. Можно вот щелкнуть. Открывается файловый менеджер, проводник, скажем так. Причем он может быть двухпанельным, однопанельным. Можно, если у вас тут картинки, можно включить показ миниатюр, можно его отключить. Файловый менеджер в Plasma называется Dolphin. Вот в этом Dolphin слева мы видим устройство. Вот тут два раздела дисковых. Я это все показываю в виртуальной машине, в виртуальном компьютере. И вот в этом виртуальном компьютере тут два жестких диска. Если бы мы вставили флешку, мы бы увидели, что тут отобразилась флешка. Если бы мы вставили в USB внешний жесткий диск, тут бы он отобразился. В Linux есть много файловых менеджеров, но вот этот Dolphin, он встроен в Plasma. В Plasma есть привычное, так сказать, меню пуск, где программы отсортированы по рубрикам. Но во многих Linux рабочих столах есть такая сортировка по тематике установленных программ. Когда вы устанавливаете Linux, у вас, в отличие от Windows, уже есть определенный набор предустановленных программ. Это офисный пакет, это плееры, это торренты и многое другое. Это отдельный разговор. И вот эти программы доступны под рубриками интернет, офис, график, аудио и видео, утилиты. Plasma традиционно считается чемпионом по количеству настроек, доступных пользователю. Plasma можно настроить под себя как угодно, вплоть до того, что она будет выглядеть как Windows. Можно, разумеется, настраивать обои, но это не так интересно, как настройки самой Plasma. Их очень много. Вот, например, перейдем в оформление рабочей среды. Тут можно выбрать тему рабочего стола. Давайте Oxygen выберем и применим, чтобы получится. Изменился вид панелей. Можно выбрать тему курсора и менять размер курсора, подстраивая его под людей со слабым зрением. Можно менять заставки. Давайте ее сменим и потом при загрузке будет отображаться эта заставка. Можно менять палитру. Вот очень много встроенных палитр. Можно их менять. А можно скачать дополнительные палитры. Для этого надо загрузить новые схемы. Возникает окошко, в котором можно скачивать новые палитры. Можно сменить тему значков, шрифты. Самое интересное, это оформление приложения. Это стиль графических элементов. Ну, например, Fusion. Меняется внешний вид кнопочек, выпадающих списков и прочего. Оформление окон. Предпросмотр есть. Сейчас стоит стиль Breeze. Можно, например, давайте пластик поставим. Применить. Вот теперь у нас изменился заголовок окна. Можно скачать новые темы оформления. Вот мы идем сюда. Выбираем какую-нибудь тему. Установить. Она скачивается и доступна для использования. Здесь же можно настроить автозагрузку программ, устройство ввода, экран и многое другое. У плазмы есть интересная возможность. Кроме гибкой настройки панелей. Вот, допустим, мы хотим сделать панель больше. Отлично. Вот теперь у нас такая большая вкусная панель. Можно создавать новые панели. Добавить панель. Пустая панель. Опа! Сверху появилась панель. Мы можем придать нужную форму и положение. Можно также добавлять виджеты. Давайте посмотрим. Возникает меню добавление виджета. Вот давайте посмотрим, какие виджеты доступны по умолчанию. Буфер обмена. Быстрая публикация. Быстрый чат. Заметки. Загрузка системы. Разные индикаторы. Календарь. Ну, вот мы хотим, допустим, видеть календарь у нас на рабочем столе. Помещаем его сюда. Чтобы изменить размер календаря, надо нажать на левую кнопку мыши и долго ее удерживать. Возникнет вот такая вот фиговинка. Мы изменяем размер. Изменяем размер. Вот у нас теперь на рабочем столе полноценный календарь. И этот календарь будет находиться как бы под другими окнами. Но все время под рукой. Плюсы и минусы рабочего стола плазма. Плюсы сначала. Это удобство. Это возможность настройки всех мелочей под свой вкус. Минусы. Это требовательность к системным ресурсам. Некоторая сырость, проявляющаяся в ошибках. И одна из ошибок очень раздражает. Если играть в полноэкранные игры, то потом иконки автоматически будут отсортированы по левому углу экрана. И весь ваш порядок тщательно выстроенных вручную иконок пропадет. Вот такой глюк есть. Его еще не исправили. Но ошибки у кого-то проявляются, у кого-то не проявляются. То есть можно пробовать, будут проявляться ошибки. Можно выбрать другой рабочий стол. И вот я сейчас продолжу галерею этих линуксовых рабочих столов. Перейдем к следующему. Этот рабочий стол называется MATE. MATE он не столь требователен к системным ресурсам, как плазма. И предоставляет тот же традиционный рабочий стол, но с некоторыми отличиями, которые проявляются чисто по умолчанию. Потому что вот мы видим, что основная панель наверху, а внизу список окон и такой пейджер переключения между экранами рабочего стола. Но все это настраивается и можно эту панель опустить вниз. Вот где она? Снизу. Вот можно ее опустить вниз, убрать дополнительную панель, выводить переключение между окнами тоже внизу. Но я пока не буду это трогать. И оставлю все как есть, по умолчанию. В MATE тоже есть свой встроенный проводник. Очень удобный. Он называется Kaja. В нем, как в Dolphin, слева есть закладки. В папке компьютер отображается разделы вашего жесткого диска. Отображать все можно в виде значков, в виде списка. При виде значков у вас будут миниатюры. И даже если тут видеофайлы, то вы их увидите в виде миниатюр. Главное меню MATE разбито на три рубрики, но можно установить и традиционное однокнопочное меню, чтобы была как бы одна кнопка пуск. Ну, а так, в настройках по умолчанию у вас есть меню приложения. И в нем интернет, офис, графика, аудио и видео. Потом кнопка переход для быстрого перехода в нужное место. В документы или к музыке. И система, где настройки как системы, так и самого MATE. MATE настраивается через центр управления. У него свой центр управления. И вот тут почти то же, что и в плазме. Внешний вид можно менять. Вот тоже темы оформления. Ну, давайте сделаем, например, более похожим на Windows. Вот что-то такое подберем. Вот видите, изменился вид заголовка окна. Можно все настроить даже более тонко. Отдельно выбрать рамку окна, отдельно выбрать значки, отдельно указатели мыши и размер их. Отдельно шрифты выбираются. На рабочем столе MATE можно создавать папки, кнопки запуска и прочее. На панель можно добавлять виджеты. Вот, добавить на панель и внушительный список виджетов, которые сюда можно добавить. MATE может запоминать введенные вами пароли, чтобы потом автоматически заполнять формы вместо вас. Также оснащен регулятором громкости и многими другими прибамбасами. Разумеется, вот этот интерфейс вы можете настраивать под себя до бесконечности. Например, вы можете создать новую панель. Вот она появилась справа. Но мы хотим, допустим, увеличить ее размер. Вот мы увеличиваем размер этой панели. Что мы еще? Мы можем... Ну, давайте поменяем фон этой панели. Сделаем ее зелененькой. Вот появилась такая зелененькая панель. Мы ее сделаем полупрозрачной. Но можно добавить еще фоновое изображение, но мы не будем этого делать. Закроем. Теперь мы добавим на эту панель какие-нибудь виджеты. Ну, давайте добавим сюда апплет глазки. Глазки будут следить за перемещением мыши. Давайте добавим сюда еще что-нибудь. Можно добавить индикатор состояния батареи, кассу символов. Давайте заметки сюда добавим, чтобы... Потом можно добавить на панель поместить ящик. Выдвижной ящик для хранения других элементов. Добавим ящик. Вот наша новосозданная панель. Вот липкие заметки эти. Нажимаем правую кнопку мыши. Создать заметку. Что-нибудь тут напишем. Hello. Вот заметка будет тут плавать, пока она нам нужна. Если она нам не будет нужна, мы ее удаляем. Тут ящик у нас. Вот ящик он выдвигается. В этот выдвижной ящик тоже можно добавлять виджеты. Ну, хотя бы что-нибудь. Часы сюда поместим. Вот у нас теперь в ящике часы. Ну, это я для примера просто показываю. Не нужна панель. Удаляем или перемещаем ее куда-то. Хотим слева она будет. Пожалуйста. Будет слева панель. Таким образом, матэ полностью настраивается под нужды пользователя. Под ваш вкус. Но если по какой-то причине вам окажется мало его возможности, то прямо поверх матэ можно установить такую штуку, как каиро док. Вот как выглядит каиро док. Но чтобы оценить его в полной мере, мы уберем нижнюю панель. Таким образом, у нас внизу остается вот панель уже каиро док, которую тоже можно настраивать любым образом. Ну, давайте полезем в настройки каиро док. Настройка. Темы. И темы оформления. Вот, допустим, тема брит. Давайте попробуем применить ее. Брит. Да. Применить темы брит. Смотрим, как она будет выглядеть. Так. Вот теперь с темой брит каиро док выглядит следующим образом. Вращающиеся трехмерные кубы для запуска разных программ. Вот калькулятор. Калькулятор. Давайте посмотрим еще какую-нибудь тему. Каиро док. Настройка. Темы. Тут же есть и предпросмотр. Скажем. Вот можно. Elementary. Humanity док. Light gray. Mac OS. Вот тема, как вроде бы Mac OS. Давайте посмотрим. Mac OS это или не Mac OS. Так. Применяем. Сворачиваем. Так. Ну, вот как выглядит каиро док с темой Mac OS. Mac OS. Firefox. Запуск. Evolution. Почтовый клиент. Плеер. Audio. CEOs. Вот он загружается. Итак. Все настраивается под себя. Перейдем к следующему рабочему столу. Да. Кстати, и каиро, как и плазма поддерживают виджеты. Свои виджеты. То есть поверх матэ вы можете использовать наравне с функциями матэ вы можете использовать вот каиро док и всячески ее тоже настраивать и так далее. Итоги по матэ очень удобный, скромный и нетребовательный к ресурсам рабочий стол. Перейдем к другому рабочему столу. Следующий рабочий стол называется Синамон. Он похож на матэ, потому что у матэ и Синамона общий предок. Рабочий стол Гном. Вот был рабочий стол и есть сейчас под названием Гном. На каком-то этапе Гном стал развиваться в направлении, которое не понравилось определенным группам пользователей. И вот одни пользователи сделали ответвление Гнома и назвали его матэ и стали развивать в своем направлении. А другие пользователи и программисты сделали на основе Гнома Синамон и стали вести его в своем направлении. Синамон сходен с матэ, но есть и некоторые отличия. Отличие заключается в следующем. Во-первых, Синамон более требователен к ресурсам, но зато в нем есть возможность добавлять на рабочий стол так называемые десклеты. Ну, они же апплеты. Можно скачивать эти десклеты из сети. Вот погода, гугл календарь, аналоговый хронометр, еще что-нибудь. Калькулятор. Давайте все это установим. Посмотрим, что получится. Погода, там еще что-то. Вот мы установили десклеты. Теперь их можно добавить уже на рабочий стол. Вот они у нас тут. Так, добавить на рабочий стол. Вот добавился десклеты. Он показывает мне сейчас погоду в Лондоне. Ну, ладно, я не буду настраивать сейчас ничего. Удалить этот десклеты. В Синамоне немного иначе построено меню. Вот тут есть как бы список быстрых кнопок. А так все, как и в других рабочих столах под линуксом. Небольшой итог по Синамону. Это традиционный рабочий стол. Стабильный, более требовательный к ресурсам, чем мотель, но легче, чем плазма. Такая рабочая лошадка. Синамон. Перейдем к следующему рабочему столу. Следующий рабочий стол, о котором я хочу рассказать, это Enlightenment. Несмотря на свой фантастический очень внешний вид, этот рабочий стол мало требует системных ресурсов и шустро работает даже на старых компьютерах. В нем все вкусненькое, большое и Enlightenment издавна выглядит вот как в фантастических фильмах показывают интерфейс компьютеров. В отдаленном будущем также выглядит Enlightenment. В нем все очень красивое, анимированное. Разумеется, есть собственный файловый менеджер, проводник. В Enlightenment много настроек. На рабочий стол и на панели можно добавлять ярлыки, виджеты. Они тут называются гаджетами. Разумеется, доступны и традиционные меню запуска программ. Итак, Enlightenment подойдет тем, кому нравится яркий, красивый, анимированный интерфейс. И при этом этот интерфейс быстро работает на слабых компьютерах. Перейдем к следующему рабочему столу. Следующий рабочий стол называется Gnome. Раньше Gnome выглядел, как все традиционные рабочие столы. Но на каком-то этапе его разработчики взяли курс на упрощение и на уподобление персонального компьютера планшету. В итоге, по умолчанию, мы видим такой аскетичный интерфейс, где календарь с часами, раскладка клавиатуры, кнопка управления громкостью и выключение компьютера. Чтобы достучаться до чего-то, надо нажать на кнопочку обзор. Появляется строка поиска, появляются ярлыки быстрого запуска программ. И вот внизу кнопочка показать приложение. При этом вываливаются общим списком многие установленные программы, однако не все. Нечто подобное могут видеть пользователи Ubuntu, где долгое время был рабочий стол под названием Unity. Вот Unity похож на Gnome. Но Gnome можно запускать и в классическом режиме. Тогда он более-менее похож на Gnome или на Gnome. Мы тоже видим сверху панель, тут места, приложения. Вот уже рубрики с приложениями, установленными программами и все опять же во многом похоже на Gnome и Gnome. Перейдем к следующему рабочему столу. ISWM. Очень аскетичный и легковесный рабочий стол, где есть нижняя панель, других панелей нет. Ссылки быстрого запуска программ и меню для запуска установленных программ. Для настройки ISWM используются файлы, текстовые файлы настроек и сторонние утилиты настройки, которые работают с теми же файлами. Перейдем к следующему рабочему столу. Рабочий стол LXDE. Легковесный традиционный рабочий стол, основанный как и плазма на библиотеке Qt, но гораздо легче, чем плазма. Скромно, со вкусом, ничего лишнего. Меню пуск, все по рубрикам, свой файловый менеджер, свои настройки панелей, возможность добавлять на панели апплеты. Хотя их немного, но все самое необходимое. Итак, если вы не сторонник производных гнома, как MATESI, NAMON или сам гном, но плазма по какой-то причине кажется вам не подходящей, слишком тяжелой или глючной, то вот можно использовать LXDE. Следующий рабочий стол. Наконец, последний рабочий стол, который я вам хочу показать, это XFSE. На первый взгляд, его можно спутать с MATESI. Он похож. Сверху одна панель, снизу другая. Меню, но меню, как видим, несколько другое. Возможности у него меньше, чем у MATESI, но вообще-то это рабочие столы несопоставимые. У них своя раздельная история развития. XFSE, он не возник, как ветвь гнома. Нет, это отдельный рабочий стол, очень приятный, работает быстро. Но вот, разве что отмечу, что встроенный в него файловый менеджер уступает по своим возможностям аналогу из MATESI или синамона. Но никто вам не мешает использовать тот же файловый менеджер из MATESI, тут под XFSE. Ну вот, что еще можно сказать об этом рабочем столе. Установили и забыли. Просто пользуйтесь. Все удобно, все под рукой. Можно создавать ярлыки запуска и так далее. Так, и теперь заключение. Пока я снимал эту передачу, за окном успело потемнеть, а в условиях неестественного освещения, а лампочки, мое лицо приобрело фиолетовый оттенок, как и фон этой передачи. Ну, итоги. В Linux вы можете подобрать рабочий стол, исходя из своего вкуса и возможностей вашего компьютера. Если вам нужен офигезный технически продвинутый рабочий стол, где возможно все, выбирайте плазму. Но плазма может глючить, а может и не глючить. Как получится. Более стабильной по моему опыту работы является Cinnamon и Mate. Я с плазмы перешел на Mate. XFSE очень тоже удобный, приятный рабочий стол. С Gnome я давно не работал, поэтому и так кратко о нем рассказал. За кадром этой передачи остались еще некоторые рабочие столы. Ну, вот о чем я хотел рассказать, о том и рассказал. В следующем выпуске продолжим знакомство с Linux и поговорим об основных отличиях Linux от Windows, которые нужно знать перед тем, как попытаться установить Linux на свой компьютер. До новых встреч в передаче «Привет, Linux!»